Завершилась регистрация участников на седьмой международный форум по педагогическому образованию ИФТ. О том, какие нововведения будут в этом году, смотрите далее. По статистике этого года Казанский университет бьет все рекорды. Подана 1461 заявка на участие на 600 больше, чем в прошлом году. Форум объединит представителей 38 стран, среди которых США, Канада, Великобритания, Бразилия и другие, а также представителей более 200 университетов мира. И среди этих университетов такие известные, как университет Оксфорда, университет Рочестера, университет Техаса, технический университет Дрездена, университет Глазго в Шотландии, университет Рио-де-Жанейро и университет Квебека. В этом году форум пройдет впервые в гибридном формате. Так будут проведены как онлайн, так и офлайн сессии. В том году у нас было проведено порядка 150 научных заседаний, которые были пущены в живую трансляцию. Мы думаем, что в этом году этот рекордный побьем, их будет около 200. Новинкой этого года также станет проведение конференции для молодых ученых, которая пройдет перед началом форума. Ожидается участие порядка 300 юных исследователей российских и зарубежных. Также важно подчеркнуть вариативность сессий форума. Это тоже наше богатство, это тоже наша уникальность. У нас представлены как пленарные заседания в программе форума, так и панельные дискуссии, заседания исследовательских групп, круглые столы, международные симпозиумы, цифровые и творческие мастер-классы. Отметим, что, как и в прошлом году, Казанский университет продолжает совместную работу с компанией Microsoft, инженеры которой провели экспертную оценку оборудования ВУЗа. И мы заслужили очень высокие похвалы, они сказали о том, что подчеркнули, что наш кейс является уникальным. И мы надеемся, что в этом году также при их поддержке, при поддержке компании Microsoft, при поддержке инженеров Казанского федерального университета, вот этот гибридный формат форума будет качественно организован. Важно отметить, что в условиях пандемии COVID-19 Казанский университет постарается максимально обезопасить участников форума. И мы получили уже согласие ректора Казанского федерального университета, что будут приняты беспрецедентные для научных мероприятий меры предосторожности. В частности, каждый участник форума, который приедет в Казань, пройдет ПЦР-тестирование в университетской клинике Казанского университета. В случае непредвиденного заболевания участник форума сможет получить квалифицированное лечение в COVID-госпитале ВУЗа. Это действительно необычное решение. И уже сейчас, когда мы сообщили об этом нашим участникам, прежде всего и иностранным, они ответили, что это редкость и далеко не каждый, а может быть вообще ни один университет в мире, потому что медицинские услуги очень дорогие, не сможет позволить себе такие меры заботы об участниках форума. В этом, наверное, и раскрывается преимущество и достоинство Казанского федерального университета. Форум пройдет с 26 по 28 мая этого года. Диана Желенкова, Ленарда Влетьяров, Универ Ньюс.